Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Джек Ричер. Снайпер убивает нескольких случайных прохожих. Его находят и арестовывают. Все улики указывают на него. На допросе вместо признания он пишет имя Джек Ричер. Больше обвиняемый не может ничего сказать, поскольку после избиения заключёнными впадает в кому. Почему? Загадочный Джек Ричер появляется незамедлительно. Что теперь будет с убийцей? Быстрее пули. После 10 лет проведённых в тюрьме, у драйвера одна цель – выследить и уничтожить людей, замешанных в жестоком убийстве его брата. Наконец, обретя свободу, он готов пойти на всё, чтобы выполнить свою жестокую миссию и разделаться с теми, кто попал в его чёрный список. Без комиссов. 7 или 8. Не в граммах, а в полицейских. Именно этим вопросом задаётся лондонский маньяк, решивший прославиться. Выбрав себе для первых полос таблоидов звучный псевдоним «Блиц» и вооружившись молотком, Барри Вайс выходит на улицы. Неудержимый. 2012 года. Киллер из Нового Орлеана объединяется с молодым полицейским, расследуя дело, которое вводит их из мрачных затворок Нового Орлеана в светлые коридоры правительственных зданий в Вашингтоне. Необычный дуэт формируется в результате двух жестоких убийств. Герои убирают всех, кто стоит у них на пути, и готовы пожертвовать всем, чтобы отомстить. Занапасочный гражданин Окружной прокурор пошёл на сделку с преступниками и освободил их из тюрьмы. Тогда человек, чья жена и ребёнок погибли от рук убийц, решает отомстить прокурору, совершив правосудие самостоятельно. Его ловят и сажают в тюрьму, но он неожиданно ставит ультиматум. Он будет убивать, не выходя из-за решётки, если его требования не будут выполнены. Смешное заявление, но вскоре люди и правда начинают гибнуть. Не оставляющие следа 2008 года В ФБР существует подразделение по расследованию и пресечению интернет-преступлений. Специального агента по борьбе с подобными нарушениями, Дженнифер Марш, казалось, уже ничем невозможно было удивить. До недавнего момента технологически продвинутый убийца-маньяк размещает на своём сайте картины жестоких убийств. Судьба каждого из жертв напрямую зависит от количества посетивших сайт. Чем больше подобных свидетелей, тем быстрее умирает жертва. Когда Дженнифер понимает, что маньяк имеет что-то личное к ней и к её близкому окружению, ей и её команде приходится играть на опережение, чтобы предотвратить страшное убийство этого инквизитора, не оставляющего ни следов, ни улик. 7. Детектив Уильям Соммерсет – ветеран уголовного сыска, мечтающий уйти на пенсию и уехать подальше от города и грешных обитателей. За 7 дней до пенсии на Соммерсета сваливаются две неприятности – молодой напарник Миллс и особо изощрённое убийство. Острый ум опытного сыщика сразу определяет, что за этим преступлением, скорее всего, последуют другие. Новости подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи, детектив встаёт перед выбором – вернуться к работе, либо уйти и передать дело своему менее опытному напарнику. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова